МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Стратегия 2035. Молодежь города обсудила важнейший документ по развитию региона. Вдохновение творчеством в городском музее открылась персональная выставка молодого художника. Большой спортивный праздник. Что ждет сыровчан на дне физкультурника? Далее расскажем обо всем подробно. В администрации прошла встреча с участниками общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск. Гвардейцы крылатой пехоты не только вспоминали о службе в армии, но и поделились с главой администрации планами на будущее. Обсудили проблему военно-патриотического воспитания молодежи в нашем городе и пригласили Алексея Голубева посетить полевой лагерь для подростков-разведчиков. На оставшем уже традиционном приеме в администрации ветеранам ВДВ вручили юбилейные медали 100 лет Советской Армии от Нижегородского регионального отделения Союза десантников России. Тем для разговора с главой администрации нашлось много. Десантники задавали вопросы о возрождении в Сарове добровольного общества содействия армии и флоту, обсуждали реконструкцию детского парка Насосино и создание там патриотической зоны. В непринужденной беседе ветераны воспользовались возможностью задать и личные вопросы и получили конструктивные ответы. К другим новостям. Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года. Этот важный для региона документ уже не раз обсуждался чиновниками и представителями бизнеса. Пришло время и молодому поколению внести в него свои предложения и поправки. В здании администрации прошла встреча Общественного молодежного совета при главе города с представителями различных объединений. Ребята не только обсудили проект, но и подготовили свои идеи, которые будут представлены исполняющим обязанности губернатора области Глебу Никитину. Стратегия 2035 – это основополагающий документ, от которого зависит, как будет развиваться Нижегородская область в ближайшие десятки лет. Цель стратегии – улучшить качество жизни в регионе, а значит, в ее создании должны принимать участие все слои населения. К разработке проекта привлекают не только экспертные организации, но и всех, кто проявляет активную жизненную позицию. Губернатор реально заинтересован в предложениях, которые могут поступать от и руководства, и от депутатских собраний, депутатских городских дум, от администраций, просто от людей. И вот очень хорошо, что сегодня молодежь тоже в этом смысле сегодня здесь собралась. В проекте представлено девять направлений, которые охватывают все сферы жизни населения. Первое посвящено продолжительности жизни и здоровью. В разделе физкультура и спорт особое внимание уделяется вопросам управления объектами, которые были построены к Мундиалю, и созданию площадок для воркаута. И если первый прямого отношения к нашему городу не имеет, то второй в последнее время стал особо актуальным. И у активистов движения воркаута в нашем городе появились конкретные предложения. После небольшой дискуссии было принято решение прописать конкретные предложения, как должны выглядеть зоны для занятий этим уличным спортом, и направить их к губернатору. После участники молодежного совета при главе города перешли к более глобальным вопросам, а именно программе строительства фоков в районах. Готовы и по концессионной схеме его строить, ведем переговоры с инвесторами потенциальными, причем с софинансированием города в это дело, поэтому для нас это актуальный вопрос. Не обошли стороной и такой актуальный для молодежи вопрос, как образование. Даже трудоустроившись, многие юноши и девушки хотят получить второе высшее или просто повысить свою квалификацию, но не каждый может совмещать учебу и работу. Продумать программу дистанционного обучения в ведущих вузах страны – такое предложение губернатору сформировали участники заседания. Вроде бы сейчас направление на цифровизацию, и как раз для того, чтобы обеспечить стратегическую цель, равные возможности получения высшего профессионального образования, необходимо, конечно, в онлайн-формате. Предложений было много. Все они занесены в протокол и будут представлены и рассмотрены на стратегической сессии, которая пройдет 16 августа в Нижнем Новгороде. У вас тоже еще есть время повлиять на будущее нашего региона. Стратегии посвящен интернет-портал, на котором каждый желающий сможет ознакомиться с проектом, задать вопросы и внести свои предложения. Мария Ирунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Школа интернет номер 9 стала лауреатом всероссийского конкурса «Гражданина Патриот России-2018». Он проходил в июле в рамках Невской образовательной ассамблеи в Санкт-Петербурге. На суд жюри саровчане представили результативный педагогический опыт, эффективные методы работы с воспитанниками в области духовно-нравственного воспитания и сохранения традиций духовной культуры. Помимо диплома лауреата, школу-интернат наградили медалью за вклад в воспитание гражданина и патриота России. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове стартовал прием заявлений на сентябрьскую сдачу ЕГЭ. Документы будут принимать до 20 августа. Экзамены пройдут по двум обязательным для выпускников предметам. Математике базового уровня и русском языку. Напомним, в сентябре ЕГЭ сдает ребята, которые не прошли государственную итоговую аттестацию после 11 класса. Или получили неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам, в том числе и в прошлые годы. Все подробности по телефону 95520. Определились все участники музыкального фестиваля «Зато рок-2018». Он, напомним, пройдет в следующую субботу 18 августа на танцевальной площадке Парка культуры и отдыха имени Зернова. На днях организаторы Open Era опубликовали итоговый список участников и лайнап, то есть порядок, в котором они будут выходить на сцену. Первыми выступят музыканты из группы «Металлогия». Далее эстафету примут группы «Секвестери», «Зе групп», «За лайнбрейк», «Океан 731», «Морфеус» и «Музыкант Маст». Фестиваль начнется в 15 часов. Военно-патриотический клуб «Мужество» и общественная организация ветеранов-воин приглашает мальчиков и девочек на заключительную смену военно-полевого лагеря «Разведчик». Она пройдет в районе села Аламасово с 17 по 26 августа. Под руководством опытных инструкторов ребята смогут принять участие в военно-тактических играх, познакомиться с азами начальной военной подготовки, основами рукопашного боя и выживания в чрезвычайных ситуациях. Собрать свою собственную выставку, будучи студентом. Одни молодые художники только мечтают об этом. Но есть те, кто превращает мечты в жизнь. Выпускник Саровской детской художественной школы, а сейчас второкуртник Санкт-Петербургского государственного академического института живописи имени Репина Анатолий Стрелков открыл в городском музее персональную выставку. В экспозиции «Академический рисунок. Живопись. Архитектурная графика». Подробности далее. В основу экспозиции легли по большей части студенческие работы Анатолия Стрелкова. Все то, что он писал на занятиях, сегодня может оценить саровский зритель. К выставке художник шел долго. Идея ее создания родилась у него еще в годы учебы в художественной школе. И вот, наконец, воплотилась жизнь. И не случайно именно в Сарове. Я просто хотел удивить своих людей из города Сарова. Я же из Сарова родился. Поэтому хочу, чтобы вы меня поддержали. На выставке Анатолий представил более 40 работ. Академический рисунок, живопись, графика. Среди картин художник особо выделяет две. Спуск в воде и отмывка архитектурного элемента. О них он рассказывает гостям лично. А еще делится секретами успеха. Нужен труд. То есть, и старание. То есть, ну, это как бы тяжело. Но если постепенно все делать, как бы двигаться целью, то есть, неважно. Если не получилось, то можно попробовать в другой раз. Впереди у Анатолия годы учебы и десятки новых картин. Так что он еще не раз порадует саровского зрителя своими персональными выставками. Летом невозможно скучать. Ежегодно в самые длинные школьные каникулы на различных площадках нашего города для юных саровчан проходят игровые и познавательные программы. Продолжают свою работу и научная лаборатория открытий. Занятия, которые здесь проходят, призваны привлечь подрастающее поколение к изучению научной литературы. Темой очередной встречи в рамках летнего проекта стало знакомство с одной из самых востребованных технических профессий. Работа людей этой профессии не из легких. Они разбираются в устройстве различных машин, создают чертежи новых аппаратов, а затем с помощью рабочих воплощают их в жизнь. Они трудятся на фабриках, заводах, стройках, в сельском и лесном хозяйствах. Читатели библиотеки имени Пушкина познакомились с одной из самых востребованных технических профессий. Мы будем говорить о такой профессии, как инженер, что большое количество различных специальностей у инженерной профессии. Попробуем какие-то навыки освоить в инженерной профессии. Ну и обязательно будет мастер-класс в конце, где мы научимся читать схемы, по схеме сделать какую-то поделку. В этой профессии оказалось более двух соц. специальностей. Есть инженеры, которые разбираются в работе станков. Другие в машинах, третьи в медицинской аппаратуре. А в рамках научной лаборатории открытий ребятам предстояло попробовать себя в роли инженера-дизайнера. Юные читатели придумывали, как создать одежду из подручных средств. После занятия многие даже решили связать свое будущее с этой профессией. Больше всего мне понравился инженер-дизайнер. Он создает красивую одежду, и меня это очень привлекло. Мне захотелось стать инженером-дизайнером, потому что он столько красиво может создать интересного. Следующее занятие пройдет уже 15 августа в 14 часов в Большом зале библиотеки имени Пушкина. Приглашают всех желающих. На этот раз организаторы подготовят для гостей программу под названием «Наука о крыльях». В здоровом теле здоровый дух – таков девиз тех, кто выбрал спорт своим образом жизни. Ежегодно в августе в нашей стране отмечается День физкультурника. Праздник берет свое начало в Советском Союзе. По традиции в этот день во всех городах страны проходят спортивные соревнования, показательные выступления и эстафеты. Какие мероприятия ждут в этот день сыровчан, выясняла наша съемочная группа. В День физкультурника сыровчан ждет насыщенная спортивная программа. Начнется праздник в 15 часов. По традиции все желающие смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов комплекса ГТО. Пострелять из электронного оружия, пробежать дистанцию в 3,5 километров, метнуть гранату можно будет на центральном поле стадиона Икар. А возле бассейна «Дельфин» большую спортивную площадку для сыровчан подготовят служащие Саровской дивизии. Будут проводить для всех желающих между собой соревнования таким истинно русским. Это поднимание гири, перетягивание каната, армрестлинг. Активное участие в Дне физкультурника примут и спортивные федерации города. Если вы любите активный отдых, смело отправляйтесь на спортивные площадки. Там пройдут игры по футболу, волейболу, а также турнир по стритболу памяти Владимира Дрямова. Найдется место и любителям экстремальных видов спорта. Наша велоскейт-площадка будет работать, и велоджим, и мастер-классы по дрэк-дансу. День физкультурника – праздник не только тех, чья жизнь неразрывно связана со спортом. Найти себе занятие по душе сможет любой житель нашего города, даже самый юный. У нас традиционно еще индивидуальные игры, и в основном это юные сыровчане, играют в шашки, в шахматы. Здоровый образ жизни уже является неотъемлемой частью жизни многих семей. Они вместе со своими мамами и папами могут поучаствовать в семейных эстафетах. А если вы предпочитаете больше смотреть на спортивные игры, чем участвовать в них, тогда отправляйтесь на трибуны болельщиков. В 17 часов там же, на центральном поле, футбольный клуб «Саров» примет команду «Металлург» из «Виксы». Матч обещает быть зрелищным. Мария Рунич, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Мы за здоровый образ жизни. С таким девизом ребята из клуба общения молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Лотос», клуба «Мечта», а также воспитанники Ледового дворца, под руководством сотрудников библиотеки имени Пушкина, вышли на улицы города, чтобы провести акцию. Мальчишки и девчонки раздавали жителям нашего города информационные буклеты о пользе утренней зарядки, а также приняли участие во флэшмобе. Велотренажер и библиотека – это уже заинтересовало ребят, которые с нетерпением ждали начала уличной акции. Мальчишки и девчонки из клуба «Мечта» и юных хоккеистов из Ледового дворца выступили пропагандистами здорового образа жизни. Но для начала им самим предстояло ответить на вопросы тематической викторины. Затем сотрудники детской библиотеки предложили ребятам испытать свой организм и, крутя педали, отвечать на более сложные вопросы. Не снижая темпа, ты должен отвечать на эти вопросы. То есть совмещаем, да, умственную нагрузку и физическую. Цель уличной акции – знать не только самим, но и научить других основам здорового образа жизни. На аллее возле библиотеки мальчишки и девчонки писали мелом на асфальте слоганы, которые должны призывать горожан вести здоровый образ жизни. А памятки в формате книжных закладок, которые ребят раздали прохожим, станут наглядным напоминанием о важности правильного питания и занятий спортом. Они касаются пользы здорового образа жизни и утренней зарядки. На самом деле утренняя зарядка очень полезна абсолютно всем и людям старшего поколения особенно. Впервые к акции присоединились активисты клуба общения людей с ограниченными возможностями здоровья «Лотос». Ребята рассказали детям о том, как важно вести здоровый образ жизни и поиграли в игру «Мое хорошее дело сегодня». Хорошее дело нужно делать, нужно поддерживать. И когда это делаешь совместно, получается еще лучше. Ребята охотно принимали участие в играх и викторинах, наперевод отвечали на вопросы и старательно выводили на асфальте лозунги о спорте. Акция, посвященная здоровому образу жизни, – это одно из мероприятий проекта «Зонтик здоровья», который сотрудник библиотеки проводили для ребят в течение летних каникул. Ну а в заключении мы надеемся, что уже в сентябре у нас получится открыть тематическую зону «Зонтик здоровья», где вся работа будет систематизирована. Видеоролики, акции, тематические площадки и весь наработанный материал сотрудники положат в основу нового проекта и будут реализовывать его в школах и детских садах. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин